Нам во всех путях надо познавать Господа, во всех сферах нашей жизни, во всех мелочах, потому что Он проникает во все мелочи нашей жизни. Он везде, Он все во всем. Он и в нашем исцелении, Он в нашей работе, Он в нашей семье, Он в нашем служении. Ну и, конечно же, Он в наших финансах. Аминь, Аллилуйя. И нам надо познавать Его законы, Его пути. Почему? Потому что мы не так мыслим, как мыслит Бог. Он говорит, твои мысли или мои мысли не... Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших. Мысли мои выше мыслей ваших. Исайя 55. 8, 9. Аллилуйя. Для того, чтобы быть благословенными, нам надо познавать пути Его, познавать законы Его, познавать Его как Личность. Потому что Он создал законы свои, да? Он создал не только физические законы, которые мы знаем, да? Мы знаем, что если мы упадем с высоты, если мы прыгнем с высоты, то мы упадем, да? Мы знаем о законе притяжения. Мы знаем о законе отталкивания, да? Аллилуйя. Мы знаем физические законы. Но нас не учили духовным законам. Духовные законы мы познаем только в церкви. Церкви учат духовным законам. Правильно? Аллилуйя. Потому что духовные законы прописаны где? В Библии. Как правило, когда мы в миру, мы Библию не читаем. А значит, духовные законы не изучаем. Они прописаны в Слове Божьем. Поэтому, когда мы приходим в церковь, когда мы начинаем изучать Библию, когда мы начинаем слушать Слово Божье, то мы и постигаем духовные законы. Аминь. И вот один из таких законов – это «Чти Господа от имения Твоего, от всех начатков прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будет переливаться новым вином». Почитай Господа от всего, что есть у тебя. Почти Его. Что значит «почти Его»? Отдай Ему какую-то дань, да? Выскажи Ему свою веру. Потому что за все отвечает серебро в этой жизни, да? И когда мы отдаем самое ценное, а самое ценное у нас финансы сейчас, когда мы отдаем самое ценное, что у нас есть, мы говорим «Господь, мы верим Тебе». Хорошо говорить «я верю Господу», при этом ничего не отдавать, никакую жертву не ложить. Вы знаете, раньше люди приходили, жертвовали ягнят, телят, вот, отрывали, чтобы покрыть свои грехи, они отрывали от себя, они приносили в жертву. Причем, если были большие эти грехи, то они ни одного теленка или ягненка приносили, они за каждый грех приносили по теленку, по ягненку. Тех, у кого не было, ну, бедные, которые были, да, вот, Иисус родился в бедной семье, то Он принес, мать Его, когда родила Иисуса, принесла только двух голубиц, в жертву Господу. Вот так все в Ветхом Завете люди жертвовали, и сейчас мы жертвуем, да, мы сейчас тоже говорим Господу, что мы верим Тебе, Господь, мы верим, что Ты – источник нашего дохода, что Ты обеспечиваешь нас, и мы сегодня слушали финансовые свидетельства, когда мы уповаем на Господа, когда мы доверяем Господу, да, когда мы не надеемся на свои силы, то Господь благословляет, тогда, когда мы уповаем на Него. И вы же знаете, что Господь находится посреди нашего собрания. Иисус присутствует Духом Своим, Святым на каждом собрании. Почему? Потому что Он создал Церковь Свою, и Он глава этой Церкви. А как же глава не будет присутствовать? Правильно? Он присутствует и наблюдает за каждым сердцем. Аллилуйя. Поэтому давайте, мы же хотим, чтобы Бог нас благословлял. Я не, как вам, не заставляю, я не заставляю вас там сеять финансы, отрывать от себя последнее. Нет. Это должно быть желание вашего сердца. Вы знаете, есть в Луки. В Луки 6.38. «Давайте и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплят вам в лона ваше. Ибо какую меру вы мерите, такой же отмерится и вам. Ты сам определяешь, что хочешь в жизни». Понимаете? Вы сами определяете эту меру. Насколько вы хотите быть благословленными. Вы сами определяете эту меру. Будешь жадничать, не жди от Бога щедрости. Потому что Бог благословляет, как есть такое тоже, что кто скупо сеет, то скупо и пожнет. Ну, это же в Слове Божьем написано. Бог написал это специально для нас, чтобы мы постигали Его законы, что мы должны быть щедрыми, что мы должны любить ближнего своего, что мы должны быть отзывчивыми. Аллилуйя. Поэтому давайте приготовим свои семена для Господа, что мы приготовили, и помолимся. Польем эти семена, польем эти, чтобы оно принесло, чтобы эти семена принесли хороший урожай. Аллилуйя, Господь! Мы благодарим Тебя за каждое семя. Аллилуйя, Господи! Просто изливай на это семя свою благодать. Мы сеем это с верой в то, что это семя принесет стократный урожай во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты обеспечиваешь нас, что Ты наш обеспечитель. Мы благодарим Тебя, что Ты открываешь окна небесные и изливаешь благодать на нас до избытка. Благодарим Тебя, Господь! Слава Тебе и хвала! Аминь! Давайте будем сеять. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! Вы знаете, с этого места Писания, что надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум Твой и во всех путях познавай Его и Он направит стези Твои. Начиналась моя проповедь или начинается? Я не знаю. Я просто так обнаружила, что мы же не помолились за финансы. Хорошо. И Бог говорит, а ты скажи вот это место Писания. Аллилуйя! И я буду двигаться. Слава Господу! Когда мы приходим к Богу, я уже говорила, мы имеем иное мышление. Мы жили в мире. Мы имеем другую мудрость. Не ту, что Бог дает мудрость. Мудрость – это опыт жизни. Мудрость – это опыт жизни. И мы имеем не тот опыт, который дает Господь. Мы не имеем опыта, когда мы только приходим к Господу, мы не имеем опыта общения с Господом. И наша мудрость, она искажена. Наша мудрость, она неправильная. Она насажена миром. Она насажена сатаной. Давайте будем говорить прямо. Сатаной насажена мудрость. Это мудрость земная. В Якова написано земная, душевная и бесовская. Потому что сатана управляет этим миром. И потому что сатана, он учит нас, когда мы без Бога. Но когда мы приходим к Богу, у нас все должно поменяться. Мы должны, написано, обновиться духом ума нашего. Наш разум должен обновиться. Он должен стать другим. Понимаете? Он должен стать Божьим разумом. Вы знаете, что мы имеем ум Христов? Аллилуйя. Но этот ум Христов, он сидит в нашем духе. И он должен высвободиться из духа и наполнить нашу душу. Аллилуйя. Нам надо позволять Богу работать с собой. Нам надо читать Слово Божье. И все, что мы принесли из мира, мы должны от этого отречься и отказаться. Я слышала, что человек, который только пришел к Господу, говорит, мантры сильнее молитвы. Нет, дорогие. Мантры не сильнее молитвы. Вы просто не имеете еще отношений достаточных с Богом. Аллилуйя. Бог, Он Бог всемогущий. Аминь. И Он сильнее всех. Он творец. Он создал все. Он создал небо, землю, ангелов и тех, что пали. Он создал. Аминь. И когда мы читаем мантры, мантры – это не Божье. Это не от Бога. Раз не от Бога, от кого? Он тоже, да, от сатаны. Он тоже имеет, может делать чудеса, может посылать исцеление. Он может это делать. Но в одном месте он забирает, а в другом месте насаждает. Он никогда не делает ничего бесплатно. За все у сатаны надо платить. И платится это своим здоровьем или здоровьем своих детей. Да не будет этого у нас. Аминь. Аллилуйя. Знаете, когда-то пастор рассказывал такую историю, эта история была на самом деле. один божий человек пришел, ну скажем, на шаббат, что ли, вот, поэвангелизировать. и в этот момент в трансе те люди, которые поклонялись сатане, они поднялись в воздух и кружили в воздухе. и этот, тот человек, который главный был, говорит, вот видишь, что делает моя сила, да, вот, она поднимает людей в воздух. Вот, а твой Бог может это сделать? И этот служитель Божий говорит, мой Бог все может это сделать, но ему это не надо, мне это не надо. Зачем? Зачем делать то, что не принесет никакой пользы? Но мой Бог может опустить всех ваших. Аллилуйя. И он помолился, и все, кто поднялся в воздух, они просто упали. Аллилуйя. Потому что Бог сильнее. Но он не будет делать то, что не будет приносить нам пользы. Понимаете? Он не будет двигаться, если мы имеем какое-то непрощение. Он не будет двигаться, если у нас осуждение. Он не будет двигаться, если мы не попросим его. Вы знаете, вы когда приходите на служение, всегда надо просить, Господь, наполни меня, коснись меня, я хочу пережить тебя. Если вы просите, он обязательно это сделает. Но если мы молчим, то он не навязывается. Понимаете? Может, он говорит, а может, она не хочет. Он джентльмен. Он никогда навязываться не будет. Он хочет, чтобы мы жаждали, чтобы мы хотели, и чтобы мы просили. Когда мы просим, мы смиряемся таким образом, а Бог смиренным дает благодать. Аминь. Для чего нужно, знаете, вот Бог говорит, что я знаю все ваши желания, все ваши хотения прежде вашего прошения. Но он хочет, чтобы мы просили. Он знает, когда мы приходим в молитву, он уже все знает, что вы попросите. Но он хочет, чтобы вы просили. Почему? Потому что мы смиряемся перед ним таким образом. Мы ему говорим, Господь, я ничего не могу без тебя. Мы смиряемся, мы сокрушаемся перед ним. Мы показываем, что он нужен нам. Так или нет? Аллилуйя. Слава Господу. И вы знаете, даже если проповедь не о вашей проблеме и как преодолеть, но если ты внимательно слушаешь, ты получишь ответ. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. кроме того, как наблюдать, как мы слушаем, я хочу сказать, что знаете, вот только открылась наша церковь, она была наполнена и переполнена, потому что давали пайки в церкви. И очень многие люди приходили за пайками. И что в итоге? Они не остались в церкви, понимаете? Они брали пайки, их сердце было не с Богом. Их сердце было обы что-то получить, да, физическое, но не духовное. А Иисус говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Аллилуйя! Иисус, сам Иисус говорил, что вы ищите Меня, потому что Я накормил вас хлебом, потому вы ищите Меня. Но ищите не хлеба, не пищу тленную, а пищу духовную, которая ведет в жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Господу! Давайте откроем Матвея 13,7. Когда Иисус ходил по земле, Он поучал много притчами. Скажите, а почему Иисус говорил притчами? Все знают? притчами 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 Иисус Иисус говорил для того, чтобы мы размышляли над Словом. А что хочет Бог этим сказать? И ученики Его размышляли. И ученики к Нему подходили и спрашивали, Иисус, а что Ты этим хотел сказать? Растолкуй нам эту притчу. Жажда появлялась понять Слово Божье. И тогда Иисус открывал Слово Божье. Сейчас нам открывает Слово Божье Дух Святой. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, нам надо сначала помолиться Иисус Дух Святой или Отец Небесный открывай нам Своё Слово через Духа Святого, чтобы Слово нам было открыто, чтобы пришло откровение, чтобы книга была живая. Вы знаете, что, когда Дух Святой открывает Слово Божье, книга оживает. Это становится живая книга. Аллилуйя, слава Господу. И так и получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и выросли терни, и заглушило его. Иное же упало на добрую землю, принесло плод. Одно в 100 крат, другое в 60, третье же в 30. Смотрите, есть четыре вида почвы. Это утрамбованная дорога, утрамбованная, да? Это каменистая, где очень много камней. это тернии, там, где бурьяные сорняки растут. И есть добрая почва. Аллилуйя! В доброй почве вырастает и укореняется семя Божье. Только в доброй почве. В остальных почвах семя Божье не прорастает, не приносит плода. Иисус начал расшифровывать, что же означают эти почвы. Первая почва. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное в сердце его. Вот от кого означает посеянное при дороге. Первой почве семена похищаются лукавым, потому что оно даже не попадает в землю. Земля утрабована. Это дорога, по которой все ходят. Когда утрабована земля? Когда все ходят, правильно? Вот возьмите тропинку, если по ней каждый будет ходить, она станет утрабованной. и на этой тропинке ничего расти не будет, потому что ее топчут все. Это дороги мира. Мир ходит этими дорогами. И если мы будем ходить этими дорогами, то мы не будем иметь Слово Божьего. Оно не будет в нас прорастать. если мы не откажемся от мирских дорог, если мы не откажемся от того, чем занимается мир, понимаете, Слово Божье расти в нас не будет. Нам нужно отречься от всего того, что делает мир, и повернуться к Богу нашему. Это первое условие, чтобы не было почвы утрамбованной. Давайте второе прочитаем. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настает скорбь или гонение за Слово тотчас соблазняется. Посеянное в каменистых каменистой почвы. Что такое камни? Это твердыни. Это наши знания. Это наши традиции, которые насеяны даже тем же миром. Мы приходим к Богу с определенным багажом знаний. И мы уже говорили, что это мудрость бесовская. Это опыт бесовский. Это опыт не Божий. И нам надо отказаться от этих традиций. Мать так делала, и я так делаю. Понимаете? Нам надо отказываться от этих традиций, от всего, что сеет сатана, посеял сатана в нашу жизнь. Нам надо отказаться. Нам надо перечеркнуть все знания и сказать Господь, я отказываюсь от всех знаний. Я не хочу знания, потому что знания надмивают. Я хочу тебя, Господь. Ты научай меня, ты наполняй меня, ты наставляй меня, ибо ты есть истина. Ведь Господь есть истина. Чтобы познать истину, надо познать Господа. Он сказал, я есть путь истинной жизни. Аллилуйя. Слава тебе. Итак, второе условие. Значит, первое условие, нам надо отказаться от мирских грехов, скажем так, не ходить путем мира. Второе условие, нам надо отказаться от всех знаний, традиций, которые насеяны в обществе. Мы другие, мы не должны пользоваться этими знаниями, традициями, учениями какими-то, может быть, они ложные. Аллилуйя. Следующий вид почвы. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Как часто суета уводит нас от Бога. Дьявол постоянно посылает суету. Как много людей, которые приняли Господа Бога, не ходят в церковь. Им некогда. Они работают. Или на работе, или в семье, или детей воспитывают. Мы сами такие были. Мы все были такими. Я даже не думала, когда у меня было двое маленьких детей, что я могу пойти в церковь. Я пыталась справиться своими силами. А если бы пошла в церковь, наверное, бы справлялась с Божьими силами. Мы все такие были. Но нам надо молиться за этих людей, которых мы приводим к Господу, чтобы они пришли в церковь Божью. Потому что только если человек станет полноценным членом тела Христова, тогда можно успокоиться за этих людей. Тогда они проходят точку невозврата. Дьявол их не утянет в мир. Это раз. Во-вторых, мы должны быть семьей. Понимаете? Мы одна семья. Мы одно тело. мы один человеческий человек Божий организм. Церковь это Божий организм, который функционирует, который живет. Это живой человека Божий организм. И Бога интересует только церковь. Что такое церковь? Это собрание верующих. Это общение верующих. Бога не интересует индивидуальное верующее, потому что Он пришел ради церкви. Он сказал, и создам церковь свою. На сем камне Матвея, он написал, на сем камне создам церковь свою. На каком камне? На Слове Божьем, на откровении Божьих. На откровении Божьих, потому что Он сказал, это тебе Бог открыл. То есть Бог дал откровение, что я Сын Божий. И на сем камне, то есть на этом откровении, на откровениях Божьих, что Бог будет общаться с нами, что Бог будет давать откровение нам, Он создаст церковь Своё. Бог не будет открывать Своё Слово вне церкви. Только в церкви можно получить откровение Слова Божьего. Бог Церковь называется столб и утверждение истины. Истина утверждается только в церкви. Аминь. Аллилуйя. Поэтому надо молиться за то, кто отпал от церкви, чтобы они пришли в церковь и стали полноценными членами тела Христова. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Да, конечно, в церковь собираются разные люди. Кто-то нам нравится, кто-то не нравится. Мы настолько разные, что в миру мы даже одного часа не смогли друг с другом провести. Понимаете? Настолько мы разные. Но Бог объединяет нас. Бог функционирует через нас. Бог движется. Бог соединяет нас. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому нам надо учиться, контактировать с друг другом, но самое главное любить друг друга. Аминь. Аллилуйя. Итак, посеянность же над... А, что ж такое тернии? Тернии. Заботы, суета, финансы. О чем забота? Как правило. О том, что поесть, во что одеться, чем накормить детей, да? Вот, забота века сего. Об этом забота. Как разбогатеть? О бизнесе забота, да? Чтобы бизнес пошел. Если мы заботимся об этом сами, то успехов каких-то хороших и не будет. Да, Бог будет помогать. Но если мы отдадим это предприятие Ему, то Он все совершит. Ибо Он говорит, отдайте все предприятия Мне, и Я совершу их. Так или нет? Аллилуйя. Господи, как нам надо учиться во всех сферах доверять Тебе, только Тебе, искать только Тебя, во всех сферах. Господи, помоги нам в этом. Аллилуйя, слава Тебе. Итак, наше сердце. Эта притча говорит о человеческом сердце. Наше сердце, оно должно быть подготовлено, когда мы приходим в церковь, к принятию Слова Божьего. оно должно иметь хорошую почву, добрую почву, спаханную Богом, без камней, без тернии. Не надо сидеть и думать, ой, у меня же там кастрюля, наверное, не забыла выключить. мне надо там кушать, сварить, мне надо там еще что-то. Вы знаете, мы должны прийти в церковь и успокоиться. Ведь церковь это покой, это место покоя, место шалома, где Бог дает в сердце покой. Если вы будете в суете, вы не примете этот покой. Вы не примете этот шалом. Понимаете? А нам надо насытиться им, проникнуться им, напитаться им. Когда мы можем напитаться им? Когда мы в покое? Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Господь, что мы можем находить в Тебе покой, что мы можем находить в Тебе радость, что мы можем находить в Тебе любовь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты наполняешь нас каждого. Аллилуйя! Итак, сердце у нас должно иметь добрую почву. И тогда семя Слова Божьего будет прорастать и приносить плод. в чем же заключается плод? В изменении наших. Мы меняемся. Драгоценные. Если нет плода, если нет изменения, надо задуматься, спасены ли вы. потому что Бог обязательно нас меняет. Он не оставит нас такими, какими мы были прежде. Нет. Все окружающие увидят в вас перемены. Мы должны являть собой Иисуса. Понимаете? тогда, когда мы меняемся, мы являем собой Бога. И тогда мы можем привлекать к себе людей. Не к себе, а к Богу людей. Аминь. Только потому, что мы поменялись, мы стали другими. Мы не становимся лучше, драгоценные. Мы становимся другими. Мы становимся не от мира сего. очень часто говорят мирские люди, она пошла в секту. Вы знаете, я сейчас понимаю, недавно надо было прийти в эту секту. Для того, чтобы познать Господа Бога. Аллилуйя. Сколько времени упущено. А ведь Он наше наслаждение. Он наша любовь. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Когда мы приходим, и вот говорят о секте, да, но когда мы приходим к Господу, мы должны четко знать на чем основана наша вера. Я хочу немножко поговорить об этом. Чем отличается секта от церкви? На чем основывается церковь? Не важно, какие динаминации. Вы сами поймете, когда мы поговорим об этом, что является сектой, а что является церковью. Аллилуйя. Итак, прежде всего, церковь верит в Слово Божье. Вот это есть истина. И мы должны безоговорочно верить Слову Божьему. У нас не должно быть других книг. Понимаете? В этой книге есть все, все ответы на все вопросы. Она богодухновенна. Она написана Богом. И ее надо принимать всю, от начала до конца. Есть какие-то стихи, которые нам не нравятся. но это не означает, что это не истина, что это неправильный перевод, или что его надо упускать. Нет. Просто что-то нам открывается сразу, а что-то открывается потом. Что-то может открыться лет через десять, а может еще позже, когда ты подрастешь, когда ты вырастешь в Боге. Бог откроет, и ты поймешь этот стих. Но это не означает, что если ты его не понимаешь, то это не истина. И надо говорить так, Господь, я не понимаю этот стих, но я принимаю его, потому что я знаю, что Твое слово это истина. Аллилуйя. Все Писание богодухновенно и полезно для научения. Для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе Тимофея 3,16. Вы посмотрите, здесь говорится о том, что Писание нас что делает? Обличает, научает, исправляет, наставляет в праведности. Можем ли мы грешить? Нет, конечно. Писание обличает, Писание наставляет, научает. Аллилуйя. Следующее, чем отличается церковь от секты, вера в триединого Бога. Бог триедин. Отец, Сын и Дух Святой. И об этом написано в Писании. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Три личности написано, да? Но Он един. Ибо написано Един Бог. Един Бог. Мы не можем это понять своим разумом, как это. Но дело в том, что нет Сына без Отца и без Святого Духа. Нет Отца без Сына и без Святого Духа. И нет Святого Духа без Отца и без Сына. Три в одном. Но их три. Но они одно. Аллилуйя. Отец Иисус на небесах. Да, Иисус посажен на небесах вместе с Отцом по правую руку. А Дух Святой послан на землю для научения, наставления, исправления, обличения, утешения, излияния любви, общения. Аллилуйя. слава Господу. Аллилуйя. Итак, мы верим в три единого Бога. Есть церкви или секты, секты, не церкви, которые верят, что Бог один. Это иеговисты, да? Они говорят, что Бог один, только есть Бог и иегово. Это не соответствует Библии, поэтому это секта. Это не церковь, ибо Иисус создал церковь. Как же можно не верить, что Он есть Бог? Даже с первых бытие, с первых глав, смотрите, написано, бытие, первая глава, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Множественное число. По образу нашему, подобию нашему, не моему сказано, а нашему. Множественное число. Поэтому Бог триедин. Но опять-таки это в Бытии 1, 26, а в Иоанна 10, 30 написано Я и Отец одно. Аллилуйя. Третий пункт. Мы верим в то, что Иисус 100% Бог и 100% человек. Это Бога человек на 100% Бог и на 100% человек. Некоторые церкви не верят в то, что Иисус есть Бог. Например, иудеи. Они не приняли Иисуса своим Богом. И поэтому Бог отринул их от себя. Они пали. Хотя эта религия была основана... Бог создал народ свой. Это Его народ. Это избранный народ. но из-за того, что они не приняли Иисуса Богом. Бог отринул их. И падение иудеев это спасение язычников. Бог пришел к языческим народам, которые не заквашены религией иудаизма. потому что можно читать Библию и понять, что тех иудеев, которые обращались в веру Иисуса Христа, они возвращались в закон. Они отрицали благодать Божью. И Бог для того, чтобы народы, прийти в народы другие, и чтобы они не заквашивались вот эту иудейскую веру, разрушил храм и рассеял иудейский народ по всей земле. Сколько лет иудейский народ был в изгнании? Сколько лет, да? И только в 19 веке Бог начал собирать свой народ со всех сторон с севера, с запада, с юга и востока. Страну, которая называется Израиль. Только в 19 веке было организовано израильское государство, и Бог начал собирать свой народ. Для чего? Для того, чтобы явить свою славу ему, и для того, чтобы весь Яков спасся, он будет спасен. Но для этого он должен будет пройти определенное испытание, которое написано в книге из Иркиля, Откровения. Аллилуйя. Итак, мы верим, что Иисус стопроцентный Бог и стопроцентный человек. И написано, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Тот, кто утверждает, что Иисус Христос не есть человек или пришедший во плоти, это дух Антихриста. Аллилуйя. 1 Иоанна 5, 20. Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей истинный Бог и жизнь вечная. Когда-то ко мне приходили эгоевисты и говорили, я говорю, вы же не верите, что Иисус Христос Бог. А где это написано в Библии? Да вот написано, что Иисус Христос есть истинный Бог. Они мне тогда сказали, это хорошо, что вы так хорошо Писание знаете, и ушли. А я говорю, ну плохо, что вы его не знаете. Аллилуйя. То, что Иисус Христос Бог во многих местах написано. Надо просто читать внимательно. Но если у них Библия переписана, то они этого и не увидят. Потому что они Библию переписывают под себя, под свою организацию. Аллилуйя. следующее. Те же эговисты верят, что ада нет и говорят, что ада нет. Некоторые церкви говорят, что ада нет. Но в Библии написано, что ад есть. И мы верим, что ад существует. Да, нам это не нравится. Но Библия есть истина. написано в Матвея 25-46 «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть есть мука вечная, есть же ад. Аминь. Я вот думала, когда спелкувалась с этими эговистами, общалась с эговистами, думала, ну кому выгодно говорить, что ада нет? Ну кому выгодно говорить? Ну, конечно, сатане. Выгодно сказать, что ада нет. Делайте, что хотите, ведите себя, как хотите. Некоторые говорят, все равно все будут спасены. Иисус умер за всех, и все будут спасены. Да нет, дорогие ценные, нет. Спасены будут те, кто принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус умер за всех, но не все принимают Его. Не все принимают эту жертву. Многие даже думают, что они принимают, да, как я когда-то думала, я же верю Господь, я же верю, что ты есть, значит, я верующая, я же не атеистка, я верю, что Бог есть, значит, я верующая. Атеисты не верят, что Бога нет, вернее, что Бог есть, а я же не атеистка, а есть два, атеист или верующий, значит, я верующий. И Господь тогда очень красиво мне ответил. Ты, говорит, знаешь, что я есть. А она, это я спрашивала за одну сестру, чем я отличаюсь от нее. Он мне сказал, ты знаешь, что я есть. А она познала меня. Вот как. У меня и сказать нечего, так было Богу. Разве только, чтобы познавать начать. Аллилуйя. Я давно, только пришла к Богу. Я еще не пришла даже, а он со мной общался уже. Потому что я задавала ему вопросы. Я же к нему обратилась. Я считала себя верующей. Я к нему обратилась, говорю, Господь, ты же веришь. Ну, хорошо, начну познавать, говорю. Аллилуйя. Нам важно не просто знать, что Бог есть, а нам важно познать Его. Какой Он. Нам нужно установить с Ним отношения. Нам нужно общаться с Ним. Нам нужно просить Его и получать от Него. Вы знаете, насколько, как Бог радуется, когда Он нас благословляет. Он, наверное, больше радуется, чем мы. Потому что у Него, ну, сердце такое. Он любит благословлять своих детей, когда они принимают это благословение. Нам надо научиться принимать от Бога и удерживать это, понимаете. А Бог всегда дает. Бог всегда благословляет. Написано, благодать подается. Она не подалась. Она подается. Она подается непрерывно. Она подается постоянно. Но мы принимаем ли это благодать? Или проходим мимо? Или не принимаем? Или справляемся самостоятельно со всеми проблемами в нашей жизни? Не надо. Отдайте все проблемы Богу. Он сказал, возьмите мое Иго. Ибо оно благо. Оно легко. А все свои проблемы отдайте мне. Не заботьтесь ни о чем. Ибо я опекусь о вас. Господи, научи нас отдавать тебе все свои проблемы. А то мы вроде как отдаем, а сами держимся за нее. А сами переживаем. Что значит держимся? Переживаем, волнуемся. Когда мы отдаем проблему, мы не волнуемся, не переживаем. Мы отдали Богу все и успокоились. И тогда Бог начинает действовать. А если мы волнуемся, переживаем, это неверие, которое мешает Богу действовать. Аллилуйя. Следующее. Мы верим. Все верующие верят только в одно. Что только Иисус есть спасение. Что спасение только через Иисуса Христа. Очень многие говорят, да неважно, в какого Бога мы верим. Главное верить. Даже просто в высшую силу. Главное верить. Верьте. Но спасение только через Иисуса Христа. Нельзя прийти другим путем к Господу. Никто не приходит к Отцу другим путем. Только через веру в Иисуса Христа. Только когда мы принимаем Его своим Господом и Спасителем, тогда мы спасаемся. Тогда Он входит в нас. Тогда мы предоставляем свое тело Ему. И Он входит в нас. Ну где вы слышали еще, что другой дух может жить в вас? Нигде. Некоторые говорят, Бог живет в душе. Да не живет в душе Бог. Он не может там жить. Бог поселяется в духе. В лице Иисуса Христа. В лице всей Троицы. Отца, Сына и Духа Святого. Потому что это одно. Никакой другой Бог, никакая высшая сила, Аллах или еще кто-то, Он не поселяется в нас. Он может поселиться в душе. Вот этот Бог мира сего, века сего может поселиться в душе. И начнутся проблемы со здоровьем. Или в теле. Но в теле у нас живет грех постоянно. Аллилуйя. Следующий пункт. Да, еще вот к этому пункту относятся, что мало спастись. Мало спастись. Надо пройти определенный путь. Путь возрастания, Господи. И этот путь, узкий путь. Написано Иисус говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут им, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. И многие, немногие находят их. Немногие находят этот узкий путь, потому что это путь ограничений. Это усилие. Но написано, Царство Божье усилием берется. Нам надо прилагать какое-то усилие. нам надо прилагать это усилие, чтобы Царство Божье выросло в нас. И какое это усилие? Это идти путем ограничений, не идти широкой дорогой, не идти дорогой комфорта, как нам удобно. Нет. Это не наша дорога. Эта дорога ведет в погибель. А идти узким путем, который Иисус нам приготовил. И нам надо идти этим путем, чтобы возрастать в Господе. Аллилуйя. И этот путь что подразумевает? Крест. Крест для твоей души. Что такое крест? Это смерть. Для твоей старой души. Я как-то читала и думала, что если кто душу свою потеряет ради меня, тот сбережет ее. А кто сбережет ее, тот потеряет. Я думала, это касалось раньше этих первых учеников, на которых гонение. Может быть, и сейчас касается тех стран, где гонение. И тех, кто умирают за Иисуса. Это ж смерть души. Но это не так. Бог открыл, что не об этом речь. А речь идет о том, что старый наш человек, ветхий человек, с которым мы приходим к Богу, он должен умереть. А новый человек, духовный, который родился в нас, он должен возрастать. Должна появиться новая душа, которая полностью подчинена Господу, которая выражает Господа. И это делает Бог, проводя нас через определенные обстоятельства, через определенные трудности, которые мы преодолеваем вместе с Ним, не самостоятельно, вместе с Ним. Мы становимся сильнее, мы научаемся, как бороться, как противостоять и как побеждать. Аминь. И тогда духовный человек в нас растет. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Ну и, конечно же, Бог пришел на землю для того, чтобы создать церковь свою. И Он наделил церковь властью. Церковь наделена властью. Церковь, понимаете? Что свяжешь на земле, то связано будет на небесах. И что разрешишь на земле, то разрешено будет на небесах. Почему мы молимся против войны? Да потому что мы имеем власть как церковь запрещать. Мы создали молитвенную цепочку, конференцию, да, не цепочку, просто молитвенную. Молимся сейчас каждый день за ЗАЭС против войны, за церкви, за все, как Бог поведет. Аллилуйя. Это важно, это сила. Когда эта молитвенная цепочка постоянно один другому передают, это сила. Потому что эта церковь функционирует. Эта церковь запрещает. Эта церковь разрешает то, что Божье, то, что не Божье, запрещает. Не отдельному верующему. Что такое отдельный верующий? Что такое голосок отдельного верующего? Ну, как один ручеек в небо. А церковь это поток голосов в небо. Церковь небеса пробивает. Аллилуйя. Церковь может все поменять. И если что-то происходит плохое, виновата церковь, не домолилась. Не домолилась. Да? А вы знаете, что мы очень ленивы бывают. Бывает. Бывает, что мы проходим мимо какого-то беззакония и даже ленимся делать замечания. Я не знаю, что срабатывает. Или страх, или лень, или еще что-то. Да. Или, наверное, страх больше. Но надо знать, где делать и как делать. и вообще не самостоятельно это делать, а Господа призывать. Потому что если Господа призовешь, то никто на тебя руку не подымет. Понимаете? Против Господа кто может пойти? Да никто. Никакой дьявол не пойдет против Господа. Достаточно сказать во имя Иисуса. Все поймут, что ты верующий. С теплой лучше не связываться. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, давайте повторим, чем отличается церковь от секты. Первое. Это вера. Беззаговорочное принятие Библии. Беззаговорочное. Нет такого. Я это принимаю, я это а то не принимаю. Нет такого. Бог любит и Бог наказывает. Две стороны одной истины. Черное, белое. Аллилуйя. Второе. Это мы верим в триединство Бога. Бог триедин, но Он един. Третье. Иисус Бога-человек на сто процентов. Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Следующее. Ад существует. И это доказано в Библии. Еще одна позиция это нельзя прийти ко спасению только через Иисуса Христа. Иисус предлагает не только спасение, но и возрастание духовное. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.